самый сексуальный предприниматель я буду стараться нынешнее время удачное для бизнеса для старт это возможность очень сильно нарастить долю рынка 40 уже поздно начинать бизнес я сам пришел в предпринимательстве из корпоративного управления всем было очень интересно получится у меня или нет можно ли без невроза жить имея маленькую компанию или эта компания будет тебя иметь темщики есть такое слово темщики типа темы какие-то ищут твой youtube канал это для наставничество или это для публичности это возможность влиять на формирование какого-то общественного мнения всем привет сегодня на канале номер один про бизнес и деньги мы будем вас вдохновлять зарабатывать мы дадим вам инструменты как стать самыми сильными предпринимателями или как начинающим предпринимателям достигать успеха сегодня в студии здесь я игорь рыбаков и михаил кучмед мой друг выпускник из тех а также как я одну и основатель сети хофф самый сексуальный бизнесмен как я уже однажды говорил привет привет мы уже встречались с михаилом на моем канале поэтому историю создания бизнеса михаила вы можете посмотреть поэтому выпуска сегодня мы будем рассматривать полезняшки для вас чтобы вы могли также как и мы стать успешными предпринимателями поехали итак михаил блиц отвечать давай быстро не задумываясь как все я буду стараться и так образование или практика практика навыки или мотивация мотивация эгоизм или альтруизм альтруизм друзья мои теперь вы видите каков на самом деле михаил то что-то отвечает не задумываясь это значит идет изнутри итак михаил первый вопрос для разгона значит чтобы ты сказал сегодня для 20 летних может 30-летних парней которые начинают бизнес которые еще только мечтают стать предпринимателем давай такое поставление на пусты отличный вопрос потому что я недавно как раз делал пост в инстаграме хотя как недавно пять лет почти прошло назывался советы 45-летнего 25-летним но потом я его перри как бы переделал там уже было там не знаю 50-летний или советы 30-летним или там я не помню как-то так что то было актуально что то нет но первое мне кажется очень важно это много работать я не знаю ни одной истории успеха в которой основным ингредиентом не было бы словосочетание много работать второе но это наверное нам ближе с тобой как физиком это доверять свои интуиции очень часто бывает что мы пытаемся не имея уверенности еще наш в таком возрасте пытаемся там не знаю десять раз спросить каких-то советов и зачастую упускаем то что вдохновляет нас самих то что делает нас счастливыми и пытаемся все-таки с кого-то брать пример вот здесь какой-то должен быть баланс поэтому очень важно своей интуиции доверять в том числе учитывая естественно советы и каких-то наставников там менторов старших товарищей и так далее вот ну и третий я бы сказал все равно очень важна мотивация то есть очень сложно добиться успеха в деле который не делает тебя счастливым то есть надо конечно постараться найти такую не знаю такой бизнес или такую работу или такое творчество которое бы действительно тебя вдохновляла вот я добавлю на еще еще я бы вот принципе не рекомендовал 20-летним эти self-made бизнес стендалон такой и до 30 лет рекомендовал бы побыть в компании в корпорациях набить руку и вот до 30 лет побыв корпорациях компаниях с предпринимателями с драйвовыми и так далее приобретя идеи может быть 30-35 идти и стартовать я даже статистику такую приведу что большинство бизнесов в мире суда на 42 года и это очень интересная статистика для людей которые ну первое считают что 40 уже поздно начинать бизнес ну и возможно это подсказка для тех кто может именно в корпорациях за деньги компании за деньги работодателя набрать опыт практику это далее но конечно присоединяюсь к твоим много работать потому что без работать трудиться без усердия ничего не будет а я полностью присоединяюсь к тому что сказал на самом деле мы с тобой в этом вопросе единомышленники потому что во первых я сам пришел в предпринимательство из корпоративного управления вот ты как раз тот человек который условно там со школьной скамьи начал заниматься бизнесом и это достойно огромного уважения но я как раз пошел по другому пути у меня все-таки была за плечами корпоративная карьера опыт и первые деньги я заработал будущее менеджером поэтому мне очень понятно что ты говоришь я естественно в каждом правиле бывают исключения но мне кажется что сама идея то что ты работая в какой-то не обязательно супер большой компании да не обязательно это яндекс там теньков или что-то такое но просто в компании в которой есть какая-то система подрыва до драйв ты получаешь какую-то но фактически некое бизнес образование получаешь те самые навыки и так далее это дополняет какие твои ценности у тебя появляется понимание чем ты вообще хочешь заниматься вот а второе я полностью согласен что вот эта идея когда там не знаю все смотрят какие-то мотивирующие мотивирующий контент может быть в том числе смотрят твой канал вдохновляются и там в 20 лет все хотят стать рыбаковыми но не у всех получится и вот это тоже такая некая это некие ложные ценности потому что человек думает что от того что он напишет на визитке что он основатель непонятно чего но это его не поставит в один ряд основателями про которых снимают фильмы вот согласен да кстати во сколько лет с корпоративного бизнеса пришел 33 года 33 ну лишь нынешнее время турбулентное и страшное на другой стороны существует достаточно мощное крыло людей которые говорят так вот как раз в турбулентах это как раз и время возможности так вот как ты считаешь нынешнее время удачное для бизнеса для старта для корпоративного предпринимательства то есть давай под бизнесом под предпринимательством будем иметь ввиду не только self-made standalone и корпоративное предпринимательство ну и вообще любую деятельность предпринимательского вида насколько удачное сейчас время для своих проявленностей короче предприниматель смотри я бы здесь немножко разделил мне кажется в целом любой кризис он дает огромную возможность я на своем пути где-то предпринимательском где-то вот в корпоративном бизнесе прожил наверное уже минимум пять кризисов до 98 2008 там был посередине небольшой такой банковский кризис 2004 естественно это пандемия а еще 14 да ну 2022 год когда тоже мы оказались такой немножко новой реальности но всегда компании у которых есть конкурентные преимущества на таких кризисах свои позиции усиливают потому что это ускоряет или консолидацию рынка или происходят вообще какие-то уникальные ситуации как выросли маркетплейсы да за счет в первую очередь пандемии та которая дала им такой невероятный boost и ну и многие компании сильно выросли в онлайне в то время поэтому такие вот моменты они на самом деле компаниям у которых есть какой-то запас прочности компаниям у которых есть сильные команды конкурентные преимущества то есть что это значит что они в этот момент не боятся могут нажать на педаль газа и когда все свою деятельность сворачивают эти компании наоборот как бы используют возможности для роста эта возможность очень сильно нарастить долю рынка предприниматели которые начинают бизнес мне кажется здесь я бы так сказал знаешь я долго думал когда вообще легче бизнес было вот начинать в 90 или в вот например в нынешнее время потому что с одной стороны казалось бы возможности в 90 было больше да вроде только все создавалось вот у тебя такая открытая поляна но с другой стороны сейчас совершенно другие инструменты то есть возьми пожалуйста сколько сейчас предпринимателей которые торгуют на тех же marketplace там ну так по там каким-то данным 500 тысяч предпринимателей то есть а есть возможность если у тебя есть хороший продукт у тебя есть система которая помогает тебе этот продукт сразу донести до большого количества людей а то есть раньше все-таки этого не было но при этом еще раз то есть например нынешняя конкретная ситуация когда у нас высокая ставка сложно там с высокой стоимость денег то есть то есть всегда будут наш какие-то факторы которые работают в плюс и всегда будут какие-то факторы которые работают в минус но в целом я считаю что возможностей начинает свой бизнес инструментов сейчас их не меньше чем это было в казалось бы 90 когда вообще была пустая поляна ну да добавлю тогда то что мне кажется сейчас больше инструментов скажу знаний образованности насмотренности а в 90 я помню прекрасно эти времена развивались как будто в тупик то есть ничего нет в потемках сейчас принципе есть карты схемы эрудиции интернет в конце концов 90-х не было интернета метрики метрики есть на бенчмарк анализ можно конечно поэтому конечно я согласен но с другой стороны есть такие фразы я к ним присоединяюсь что каждое время для начала бизнеса самый лучший когда ты что проснулся решила пошел и начинает складываться находятся люди сподвижники турбулентное время мне как физику понятно помню термодинамику все двигается подвижно то есть в это время как раз таки использование как социальных обстоятельств событий возможно вот представь себе время когда ну давай так все менее подвижно и все вот зафиксировано это такой выходишь я начинаю свой бизнес и такой безмолвие ведь все закреплено все разобрана как тут начать сложновато только что разве что в какую-то щелочку там залезть какой-то я не знаю криминал или какая-то ну уж совсем disruption там какая-то тем вот когда же все подвижно приведу пример 22 год я консультировал в то время очень многих людей игр ребят ваши хозяева бросили все и куда-то уехали слушай может они приедут может не говорю вы подпишитесь и бумажечку что вы здесь будете на хозяйстве и за 30 процентов так уж и быть а может быть за 50 поддержите это все в порядке подписали сейчас они управляющие партнеры и совладельцы бизнеса те кто-то вернулся уже кто-то еще нет но на самом деле возник целый класс предпринимателей бизнесменов которые ну давайте стойкие я их называю которые стали со владельцами бизнес что это такое ну это может возникнуть только на во время вот этих турбуленций поэтому на мой взгляд вообще чем хуже тем лучше я бы знаешь какой еще фактор отметил что турбулентность и сама сама по себе один фактор а есть такой фактор как то что увеличивается скорость скорость изменений то есть наверно тут турбулентность она ну как бы возможно в любой среде но здесь еще важно что вот эта скорость изменений увеличивается и получается что компании которые находятся в авангарде изменения культуры потребления могут очень сильно расти и вот такие изменения в культуре потребления они постоянно происходят мы сейчас видим вот что-то происходит с искусственным интеллектом тут же огромные компании еще вчера это была презентация в powerpoint год назад сегодня она там не знаю стоит 10 миллиардов долларов да что-то такое похожее на бум дот комов который был в 2000 году и вот я кстати уверен что какие-то компании все равно обанкротится из этих а какие-то компании реально станут не просто единорогами а какими-то там мульти декорогами декорогами поэтому здесь важно вот быть так сказать вот держать руку на пульсе смотреть какие открываются возможности и там где скорость начинает нарастать естественно возникает способность построить большой бизнес давай поговорим о страхе вот ну на самом деле это естественно для человека когда какие-то переходы когда даже он видит возможность но страх останавливать а как там будет это далее это очень естественно реакция потом не будем обсуждать психологию естественных реакций давай на наших примеров вот у тебя же много вот этих переходов на переход из корпоративного бизнеса самостоятельно вот расскажи боялся ли ты когда действовал может быть у тебя есть какие-то способы преодолевания страха вот это вот поделись пожалуйста своими приемами преодоления страха в момент когда ты его испытываешь но но тебе очень хочется туда да вот замечательная фраза потому что мне кажется на первое место как раз поставить что тебе туда очень хочется то есть должна быть очень сильная мотивация такая сильная которая переломливает твои страхи потому что ну я не буду лицемерить но естественно страшно то есть в моем случае переход из корпоративного управления в предпринимательство выглядел так сегодня там условно я коммерческий директор компании с оборотом 2 миллиарда долларов мои поставщики это там не знаю ведущие мировые компании я им очень нужен я им очень ценен если я не дай бог там прилетаю к ним куда-то на фабрику в японии меня там какой-нибудь вице-президент встречает на вертолете это все не шутки это эти рассказываю как бы реальная история и потом факультет момент да ну даже сделал да да то есть ты как бы работаешь компании которая на самом деле я думаю в тот момент там им видео да она была самая такая на слуху ярко интересная очень и очень секси да секси очень очень интересная индустрия сама по себе индустрии в которой очень много каких ты какой-то динамики изменений то есть ты как потребитель можешь тоже к ней прикоснулся ты сам пользуешься всеми этими продуктами вот но но при этом я как бы для себя понимал у меня была очень большая мотивация хоть и был со владельцем компании но хотел пройти вот такую свой путь с нуля и меня это вдохновляло я понимал что у меня там прекрасный возраст 33 года когда можно построить еще далеко не одну историю а несколько и плюс я к тому моменту находился там 16 сок там не штат 12 лет я находился в электронике там 6 лет samsung 6 лет им видео то есть мне как-то тоже хотелось свой кругозор немножко расширить вот и я и я как бы оказался условно вот и когда начинаешь с нуля ты строишь бизнес да вот в этот момент но как бы все это никому не нужен твои поставщики это уже не там samsung sony apple а это какая-нибудь фабрика из небольшого города с населением 100 тысяч жителей да и там классный предприниматель но он как бы не работал в таких системах он в то время наверное вообще там занял там в основном продавал не понимал что такое какой-то контракт там когда тебе приносят контракт там на сто страниц вообще что это такое я там не понимаю то есть это был такой очень сложный челлендж но на самом деле я могу сказать в чем в чем для меня была основная сложность не в том что ты как бы в каком-то там теряешь вот как бы до статусе ты вот тут а потом ты вроде там здесь на самом деле сложность что я оказался в фокусе то есть всем было очень интересно получится у меня или нет и ну слава богу что были люди которые на протяжении всего этого нелегкого пути на самом деле меня очень поддерживали и в первую очередь это моя семья вот я помню был прямо такие бывают ситуации когда вот ты такой тип успешно у тебя все получается потом ты приходишь начинаешь все с нуля и у тебя не то чтобы ничего не получается но как-то что-то не получается ты начинаешь из-за этого переживать и мне жена тогда сказал золотые слова так говорит что расти этот бизнес как ребенка знаешь такая простая женская мудрость но я как-то стал немножко спокойнее относиться потому что у тебя нету ожиданий что у тебя ребенок там в три месяца пойдет а там не знаю в пять месяцев заговорит правильно то есть какой-то другой там цикл прям вот лайфхак когда рядом есть люди которые говорят слушай давай так тысяча дней потом три тысячи дней и ну выбери темп вот что сказал на ребенка да но я тебе хочу сказать что вот вот вообще мое окружение но в целом ну как то то есть с одной стороны да вот так вот все смотрели всем стало интересно получится или нет и ты ощущаешь на себе какую-то негативную тоже энергию это важно потому что все равно есть люди не в моем близком окружении ну так то за тобой следит кто наверное думает что может быть я также мог бы сделать но по какой-то причине не делает и тогда для него например неудачный кейс если например у меня бы не получилось да там в каком-то смысле являлся бы оправданием того что вот хорошо что я не стал это делать потому что вот он попробовал у него не получилось ну знаешь ты типа делать не надо то есть люди они интуитивно знаешь не всегда хотят чтобы все вокруг были успешными наш кто-то учится на тройку он меньше переживает если все вокруг получили тройку правильно а вот если вокруг получили пятерки да он в этот момент как бы чувствует себя как-то out of the coverage назовем это так вот но мое близкое окружение очень поддерживала знаешь то есть даже кого-то я помню открыли первый магазин это было важно люди приезжали люди совершали там покупки то есть они реально рублем нас поддерживали в самые важные вот эти вот первые годы нашей жизни зарод и вот сказал наверно ключевом приеме который я может быть как и ты получил на физике знаешь такое преодолевание страхов первое осознание что они есть второе что за тобой наблюдают но это же иллюзия что-то ты знаешь что мы для всех людей ну пофиг конечно порождает с одной стороны гигантскую тревогу и вот эти вот страхи но с другой стороны это энергия для каких-то преодолений и я тебе очень благодарю что ты вот этот прием сказал что я все думал вот женщины могут быть беременными и они проходят вот эту беременность оказывается мужики тоже могут быть беременными ну или предприниматели бизнесмены да вот они могут вынашивать свой бизнес долго как ребенок и не пытаться до 12 лет пока нет 12 лет ребенку там ну что-то хотеть чтобы он стал взрослым 12 лет я всегда говорю ну возьмите там 3000 дней там не за 5000 дней и вот взращиваете это прям так здорово и тебе в этом помогла жена у тебя прекрасная жена спасибо за этот прием хорошо то есть это и отметил важность желания желания внутреннего горения огня до должны быть должна быть настолько сильной внутренней мотивации которая способна побороть любой страх ну и понимание того что все-таки ну практически в любом бизнесе побеждает ста и ранее спринтер ставер то есть для длинное мышление как разжигать может быть это желание ты подскажешь ну может у тебя какие-то есть приемы то есть вот ну ты даже назвал драйвер да вот преодоление страхов то есть видимо разжечь желание стремление может для этого помогают и за другие люди или может быть специальной тренировки может быть аутотренинги может еще что-то вот как ты разжигал желание может сейчас разжигаешь желание я думаю что вот первое что мне пришло в голову пока ты задавал этот вопрос это то что обязательно нужно иметь в окружении людей которые тебя успешнее потому что эти люди в каком-то смысле могут стать для тебя ролевой моделью и тогда у тебя собственная как бы самооценка ты будешь стремиться к тому чтобы быть лучше если ты как был наш такой термин из папа городка ты можешь там себя так окружить людьми на фоне которых ты будешь там всегда там выглядеть самым самым первый парень на деревне есть такая чем да да теперь вот первый парень из деревни но мне очень повезло я в 25 лет прочитал такую книжку основателя компании sony okea marito и там была фраза которыми очень врезалась на всю жизнь что лучше снять самый плохой номер в хорошем отеле чем самый хороший в плохом то есть вот мне кажется что очень важно окружать себя успешными людьми стремиться к общению с этими людьми и тогда ты как бы получаешь некий импульс чтобы делать какие-то шаги вперед это вот наверное тот инструмент который может как-то позволить да свою мотивацию повысить то есть чем больше ты делаешь каких-то касаний в принципе чем больше ты чем-то интересуешься тем больше у тебя возможность что-то делать поэтому кстати вот я считаю например могу тебя похвалить потому что ты вдохновляешь людей ты создал предпринимательские сообщества фактически вот там висят где мы были прикоснись там к окружению долларовый миллиардер да и так далее но в каком-то смысле ты даешь этим людям не просто мечту ты даешь им еще некие инструменты это уже как бы очень много и мотивацию для того чтобы они реально делали x10 сейчас так здорово сказал о конфигурации людей вокруг но у которых уже есть то что ты бы хотел и моделируя их поведение приема там какие-то даже слова пребывая среди них ты вне концептуально усваиваешь это назовем это некое моделирование в детстве это такое подражание типа а вот уже во взрослом возрасте моделирование ты подмечаешь какие-то нюансы воображаешь что-то и в тебя входит вот эти вот проявления и давай мы же с тобой оба вести вот все тех овская окружение и вот весь тех овская фолоши братство да это конечно мощнейший инструмент поэтому вот я сегодня хочу большой такой гордость или акцентом поставить что сегодня есть возможность подключиться к все тех овскому братству братству предпринимателей бизнесменов через участие в программе эмби широм фото и это эфи тишный бей который 23 ливанов ректор наш смотрел видит что происходит это лучший бей в россии то что сейчас есть международного уровня но он лоцирован в россии и он как раз состоит из преподавателей практиков нас фестив я там преподаю кстати тебя приглашаю понимаешь там я с удовольствием как минимум как минимум выступить да 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 все практики потому что когда mba когда школа бизнеса состоит из взаимодействия вот в той самой конфигурации это то что ты сейчас описал разгорается желание стремление самое главное внутренняя природная спонтанность проявления человека отправляется в долгие длинные забеги стаерские которые приводят к феноменальному успеху не вот к этому успешному успеху который тоже описан там короткий сунул палку получил там результат а к фундаментальному успеху я очень рад что мы сегодня говорим с тобой конфигурации именно вот этих людей физтехов самое большее количество долларов миллиардеров на физтехе 10 нобелевских хлориатов на физтехе в китае 8 на физтехе 10 8 китая во всем китае на самом деле вот доступ конфигурации физтехов предпринимателей практиков но это бесценно и спасибо что ты сегодня есть и ты помнишь как несколько лет назад я тебе верил миша давай на youtube давай вещай давай пожалуйста становись вот этим света чем-то я потихонечку очень далеко до той медийности которые есть например у тебя и других ряда других предпринимателей вот но я тоже стараюсь делаю контент сейчас эти вот такой у меня появился цикл передач в ютюбе называется бизнес на салфетке вот я более того не знаю как умудрился запатентовать это название подпишитесь на канал михаила и наконец окружитесь окажитесь в окружении конфигурации физтехов и я очень помню свой первый день на физтехе у нас было какое-то нашу собрание у всех еще вчерашних абитуриентов только вот я кто поступил может быть там 1 сентября это был 1990 год когда я поступал и вышел карлов ректор тогдашний и он сказал одну фразу которая мне очень запомнилась на всю жизнь он сказал поздравляю вас вы вступили в великое братство физтех ну так у меня в жизни потом получалось я очень много пересекался с физтехами видимо на жизнь нас одними дорожками как-то водит и нанимал много ребят из физтеха на работу и для меня это не просто какая-то строчка в резюме для меня это понимание что это люди с комбинацией аналитических и креативных способностей что очень редко в нашем мире и сто процентов единомышленники по ценностям даже вполне не буду делать то что все исчерпывающе абсолютно резонирует давай так ты когда вот начал свой бизнес это вот мебельный да и ты вошел все для интерьера сегмент где царствовала икея ну понятно рынок огромный понятно что царствование реки это терна маленькая доля рынка но тем не менее ты понимал что вот есть гегемон и что ты когда-то его поимеешь или он уйдет с рынка по каким-то причинам ты мечтал об этом или нет скажи мне как в мебельном или товарах до дома вот на этом рынке как сегодня с деньгами как там со спросом и как вот конкурентное положение хоффа сегодня на момент когда мы создавали этот бизнес действительно был такой гегемон икея но я бы не сказал что знаешь вот я дам сравнение с электроник вот в электронике на вопрос где купить электронику если человеку его задавали там на рубеже 2008 года но был бы ответ там не знаю назвали бы 45 компаний каждый бы человек то есть он бы сказал сто процентов и видео медиамарк тогда был эльдорадо там не знаю интернета еще толком не было но такие бы ответ тоже прозвучали то есть то есть люди как бы четко понимали вот на вопрос где купить мебель называли икея а все остальное то были какие-то отрывочные ответы из серии грант три кита там еще что то то есть если посмотреть на вообще международные рынки потому что очень важно принципе ну смотреть как бы так шире до смотреть по сторонам то ни на одном рынке икея никогда не занимала долю больше двадцати процентов то есть даже если предположить что такая гегемония кита у тебя все равно остальные 80 процентов рынка это большой рынок они остаются открытыми и было понятно что в этом рынке нет никакой консолидации потому что условно икея там допустим номер один из доли рынка там предположим 20 процентов а там какая-нибудь компания с доли рынке номер два у нее там и трех процентов не было то есть огромный неконсолидированный рынок который является конечно же ну хорошей такой почвой для построения большой компании теперь вопрос ставили ли мы в тот момент цель обогнать икею скажу честно нет у нас была простая цель занять 10 процентов долю рынка что мы по прошествии там какого-то времени и сделали вот потому что когда у тебя в каком-то рынке двузначная цифра то потом но это может так кормить достаточно долго это уже очень такая устойчивая позиция соответственно сейчас естественно ландшафт меняется потому что с одной стороны икея ушла и это там казалось бы огромные возможности вот но с другой стороны икея была очень таким образующим и маркет-мейкером я бы не сказал прям маркет-мейкером я скажу другой пример вот представь что завтра не будет не будут продаваться на рынке айфоны мы понимаем что там условно и полушал на айфонов все равно продаются там есть параллельный импорт так далее вот представь что их нет вообще а вот я не думаю что рынок айфонов он прям как-то вот весь куда-то перераспределиться потому что сам продукт и реклама производителя она тоже расширяет емкость рынка да то есть что мы видели когда ики открывала какой-то новый магазин в каком-то городе ни у кого продажи не падали зачастую они наоборот росли потому что такие игроки они в целом способствуют росту категории они в целом делают так что мы тратим меньше денег на там не знаю допустим поездки но покупаем айфон в кредит понимаешь то есть как бы они перераспределяют бюджеты то есть такие образующие игроки перераспределяют бюджеты из одной категории в другую вот икея все-таки была таким ну как бы образующим игроком игроком который в целом бустил целом как бы драйвил продажи в категории поэтому тем не менее естественные потребности есть их с огромным удовольствием закрыли там все конкуренты икея то есть вырос конечно их of выросли и marketplace и выросли сети специалисты какое-то появилось количество небольших маленьких игроков потому что свято место пусто не было не бывает и такие тренды кстати происходят и в других секторах ритейла где ушли какие-то западные компании которые занимали лидирующие позиции на рынке фэшн ритейл переживает определенный бум за счет в первую очередь ухода и западных игроков и то что многие покупали в западных интернет магазинах сейчас соответственно перешли на там российские площадки там тла моды не знаю marketplace и так далее поэтому здесь ну мне кажется вот такая турбулентность она уже прошла рынок в каком-то смысле устаканился долю это уже все поделили вот двигаемся дальше я так помню мебельном рынке товаров для дома но все-таки очень много денег это вечная такая тема до благоустройства жилья каких еще темах сейчас много денег ты же видишь это через marketplace и через тестирование спроса через разные каналы я-то знаешь могу тебе говорить именно в рамках ритейла в первую очередь потому что мой фокус ты еще инвестируешь сейлеров я знаю я инвестирую изучаешь в целом ну такой потребительские пристрастия да я битубишь на битуси шины давай говори через это да я бы так сказал да что я делаю инвестиции в секторе битуси поскольку это считаю свою в первую очередь зоной компетенции и я действительно инвестирую в сейлеров на marketplace это очень мне нравится я кстати видел недавно ты говорил что там все сейлеры не зарабатывают и так далее тоже это очень интересный момент можем там подискутировать но действительно какая сейчас происходит ситуация что на сегодня все marketplace они по сути убыточные но на сегодня во многом прибыль сейлеров это равно убытке marketplace конечно понятно что когда вот эта бурная фаза роста закончится инвестиционный некий цикл закончится то marketplace начнут зарабатывать и тогда эта модель перевернется и уже прибыль marketplace будет равна убытку сейлеров но опять же опять же все равно это огромный неконсолидированный рынок и я уверен что те сейлеры у которых есть конкурентные преимущества те сейлеры у которых есть сильные какие-то команды ну и вообще амбиции играть в долгу они будут прибыльными и будут свою долю рынка увеличивать здесь возникнет тоже такая консолидация поэтому я естественно стараюсь выбрать компании которые имеют потенциал сделать как раз вот x10 и стать бенефициарами неизбежными той консолидации которую на маркетбэксах будет происходить и здесь еще раз то есть когда мы говорим про возможности права какой-то бизнес знаешь есть такая вот категория людей их как-то странно называют типа тем щеки есть такое слово тем щеки тем щеки типа темы какие-то ищут вот они такую бизнес лишь типа вот те вещи да вот типа тема вот сегодня там в крипте там завтра счет скрипте там нет типа давай на маркетбэкс что-то продавать давай спросим зрители ребят вот миша говорит тем щеки есть среди нас тем щеки напишите комментарии если есть тем щеки мы и напишите чуть такое и как я сейчас темы здесь вот то есть бизнесу нельзя относиться вот так вот понимаешь то есть я считаю то есть да то сейчас там например вот все зарабатывают на marketplace раз там туда все ринулись конкуренции выросла marketplace подняли комиссии все перестали зарабатывать но соответственно эти люди и так где мы теперь будем зарабатывать давай там не знаю курсы пилить будем там на курсах зарабатывать давай там не знаю какие-то валюты там криптовалюты покупать пампе да то есть я вот не про это я не смогу сейчас сказать где что как более того это будет неправильно но безусловно если кто-то хочет в долгу на какой-то поляне играть то можно добиться успеха в любом бизнесе по разным данным от полмиллиона до миллиона человек сейчас засовывают marketplace и тапочки все что угодно предполагая что они предприниматели бизнесмены а век селлера он недолг или вот ну кстати ты начал же отвечать на эту тему что когда перевернется когда консолидация будет может пройдет пять лет может 10 а может 30 лет поэтому я не знаю сколько будет так вот может быть селлеры о которых мы сейчас говорим это и есть темщики может такое быть и могут ли селлеры играть в долгу если век их конечен как ты сейчас собственно сказал когда перевернется пирамида все селлеры в которых ты инвестируешь мне понятно что с ними будут ты скорее всего к тому времени соберешь свой place ну то есть это просто скажешь ребят давайте вы будете товарных категориях стоять как и на моей там не заруба ну или там здесь все понятно в общем-то ты для этого скорее всего это и делаешь хоть и и не говоришь об этом а что говорить об этом да будет время и будет и пища все узнают вот но тем не менее их же 500 тысяч или миллион давай отправим несколько сот тысяч темщиков или селлеров в цеховиков чтобы они обучившись в наших мы в фестеховском центре производства будущего открыли свои цеха высокопроизводительные и так далее и были поставщиками на marketplace или в сетевые магазины но уже контролируя добавленную стоимость не на перепродаже там китайских или каких-то турецких товаров по контролируя добавленную стоимость от сырья и перерабатывает в цехах я предлагаю нам как социальными инженерами здесь немножко побыть как людьми из фестеха которые влияют на ну давай так очень сильно влияет на то как будет будущее развиваться хорошо смотри моя мотивация она в том что мне нравится когда ребята добиваются успеха безусловно те в кого я инвестировал я трачу на них свое время свои какие-то компетенции ресурс я помогаю им быть лучше моя мотивация она безусловно как инвестора заработать но мне просто приятно быть частью большой истории мне приятно вот если эти ребята сделают вот те самые x10 да и то что я вижу что от них идет некая благодарность от них есть некая энергия потому что в любом случае пока я там что-то рассказываю как мы можем вместе работать потому что все-таки речь не про инвести не совсем про инвестиции как правило ко мне приходят люди которым нужны не столько инвестиции сколько нужно партнерство которые хотят получить в партнеры как бы определенные компетенции определенный ресурс который поможет предпринимателю сильно вырасти вот поэтому я еще раз вот мне очень важно чтобы это прозвучало я в первую очередь нацелен на работу с людьми которые все-таки хотят в долгую с чем-то заниматься когда я говорю темщики я не хочу никоим образом обидеть в этом нет ничего пренебрежительного это просто ну так такой некий паттерн поведения предпринимателя когда ты действительно ищешь максимальное выгодные инвестиции на свой капитал здесь и сейчас вот сейчас ты можешь там не знаю купить контейнер каких-нибудь там патчи привести его сделать 2x потом там не знаю купить контейнер дрели найти еще какой-то продукт в китае узнать что где у кого хорошо продается завтра там что-то не пошло ты вынул вывел отсюда деньги вложил в крипту и так далее то есть это тоже нормально это тоже предприниматели которые ищут максимальные инвестиции на свой капитал инвестируя их вот в какие-то горячие такие темы поэтому вот их так такое вот некое как бы название но и их и хорошо что такие есть это тоже дает как бы рост marketplace но как бы мой фокус он в первую очередь на людей которые может быть вместо какой-то сиюминутной максимальной выгоды на вложенные деньги все-таки стараться стараются построить какую-то долгосрочную ценность с этим абсолютно согласен мы долгосрочное мышление всегда выигрывает краткосрочно краткосрочная как инструмент скорее всего долгосрочная как то что позволяет собственно не не заблудиться и я обожаю если из тех сайлеров или предпринимателей которые сейчас на marketplace вырастут цеховики вся китайская промышленная революция значительной мере была предопределена тем что али баба сделал университет и обучал сайлеров как увеличивать глубину контролируемая ad value обучали их цеховому искусству и собственно сотни тысяч предпринимателей уже теперь производственников цехов цеховиков да они возникли как те кто с был селлером а теперь стал цеховиком и селлером и вот эти сотни тысяч малых производств многие из них стали средними производства и вот она великая китайская промышленная революция я хотел бы чтобы мы ну возможно как-то повлияли на подобную промышленную революцию в россии потому что ты знаешь в россии мало чего вообще производится а хотелось бы ну чтобы многое производилось это изобилие парадит внутри страны они вот это меняем нефтедоллары на товары которые сложно привести там логистики дорог нет это да и возможно через популяризацию подобной идеи мы бы способствовали тому чтобы очень много людей расширили свои компетенции не только в способность развивать товарную категорию да что фундамент вообще бессмысленно что-то производить если ты не можешь это продать начав с продаж категории увеличили контроля дверь и возможно таким образом мы повлияли на сотни тысяч производителей которые стартанут и это бы изменило ландшафт как не знаю давай вместе смотри я тебе расскажу на самом деле этот процесс он уже идет полным ходом вот я не думаю что нам скажи пожалуйста что мы тут сильно что-то сможем как бы добавить повлиять ускорить потому что так и происходит то есть были производители и были вот такие первые там не знаю предприниматели которые делали шаги на marketplace ах может быть еще и там из серии не знаю там купить там на алиэкспресс и продать там на озоне да вот но сейчас происходит две достаточно симметричные вещи с одной стороны производители все больше и больше сами идут на marketplace и для того чтобы то есть им не нужны какие там посредники они у себя выращивают компетенции кто-то делает это через сервисных партнеров тут это делает сам вот но тем не менее они понимают что для них это важный канал игнорировать который ну честно говоря бессмысленно и глупо существующие производители идут то есть им не нужны селлеры они сами становятся внутри да внутри развивается сами становятся селлерами да то есть это как бы граница уже такого нет вот знаешь вот водораздела а с другой стороны это тоже очень важный тренд есть много селлеров которые может быть они вот начинали импортируя просто какой-то товар из китая и продавая его в на marketplace дальше они видят что нужно выстраивать какие долгосрочные конкурентные преимущества номер один конкурентное преимущество когда ты производитель вот они инвестируют уже в свои собственные производства но они двигаются дальше они теперь не хотят зависеть только только от marketplace а потому что marketplace повышают комиссии marketplace становится менее рентабельным каналом для всех соответственно их следующее действие какое они идут в сети или начинает развивать собственно онлайн то есть я знаю много компаний которые развивали онлайн потом в какой-то момент marketplace и давали такой уровень комиссии когда собственно онлайн просто но был не рентабелен не выгоден по отношению к той стоимости которую можно было за которую можно было то рентабельности которые давали marketplace и соответственно когда marketplace эти условия свои комиссии повысили стало менее рентабельно люди еще другие каналы и это это здорово то есть ответственно стали принимать или активно выходить в сети я думаю сейчас будет большой тренд когда предприниматели будут развивать свои собственные онлайн продажи потому что это дает совершенно другое понимание клиентских данных вот эти предыдущие простой пример ты когда на marketplace и продаж не знаю тысячу бутылок вот этой воды но условно нам не знаю пусть это будет не вода там будет какой-то не знаю какой-то бытовая химия ты не ты не понимаешь это у тебя тысячи людей купила по одной штучке и навсегда им не понравилось они про это забыли или у тебя например купила 10 человек уже по сто раз но когда у тебя есть прямые продажи когда ты продаешь сам в онлайне ты естественно все эти метрики видишь ты понимаешь гораздо лучше кто твоя целевая аудитория какая у них какие метрики какая какие повторные покупки ты можешь тогда понять сколько денег на привлечение клиента ты можешь потратить смоделировав сколько он тебе денег вот то что самый ltv life там вылью он тебе принесет в будущем вот ты уже рассказываешь о таких подходах которые свойственны уже не мелким компаниям может средним которые выстраивают онлайн платформу способны это средне к среднем да это уже все это уже все-таки это уже средний компания это требует определенных инвестиций и определенных команд поэтому вопрос собственно к нам обоим такое что можно ли без невроза жить имея маленькую компанию или эта компания будет тебя иметь мы сейчас сразу отделяем корпоративных предпринимателей там большая платформа корпоративная где ты действуя как предприниматель пользуешься платформой корпорации вот а мы берем такой стены лонг бизнес то есть отдельно стоящий где вот малая компания где вообще непонятно я когда начинал компанию я был знаешь игрущиком и коммерческим директором и генеральным и владелецом я я был во всех ролях ну я думаю каждый кто начинал бизнес понимает о чем я говорю стоит ли выходить малым предпринимателям за пределы гаражей чтобы пробовать это или остаться в товарных категориях и ждать когда рынок перевернется они станут тогда но коммерческим директорами ропами каких-то товарных категорий поразмышляя на эту тему это очень хороший вопрос потому что ответ на него нелинейный то есть я бы так сказал что во первых это очень сильно зависит от того масштабируем или этот малый бизнес или нет то есть там может быть такой прекрасный нишевой бизнес который ну ты в принципе не можешь масштабировать вот и нашел какой-то замечательный продукт какая-то ниша ты в ней на самом деле в этой нише можешь занимать там какую-то значимую долю рынка но при этом все равно ты сам бизнес сам по себе он маленький просто потому что ниша маленькая это тоже нормальный подход потому что это будет хороший устойчивый бизнес но быть маленьким в том сегменте где масштаб имеет значение где действительно если ты будешь маленький тут и просто понимая что ты там проигрываешь не знаю на каждом этапе замасштабирования ты теряешь там по несколько процентов сумме это например будет там 10-15 процентов это делает тебя не конкурентоспособным и то есть вот тут конечно задача или дорасти до какого-то объема потому что все таки объемом во многих бизнесах имеет значение поэтому тут не будет такого да или нет линейного ответа еще раз это зависит от бизнеса но в моем понимании может быть и малый бизнес который делает тебя счастливым который ну даже вот я приведу пример франчайзинг ты можешь купить франшизу в каком-то например ты живешь там городе ты купил франшизу в небольшом тебя прекрасный бизнес ты зарабатываешь надо ли тебе дальше масштабировать его идти в какие другие города где для тебя там какая-то сложность процессов тебе придется туда ездить тратить свое время в малом бизнесе например у тебя есть один хороший предположим ресторан ты открыл 2 твое время она поделилась пополам может оказаться что у тебя из-за этого бы ресторан начнут средний работать хотя один работал хорошо поэтому это очень сильно зависит от вовлеченности в предпринимателя от способности от зависимости бизнеса предпринимателя от способности делегировать бизнес менеджменту от того если у тебя конкурентные какие-то преимущества но вот в целом так отзывается очень резонирует меня похоже ответ вот это сказал о нелинейности мышления то есть не надо искать простой ответ на очень сложный вопрос спасибо что ты его прям сразу подсветил и хорошо давай про выгорание вот это состояние которым сергей галицкий например говорил вот прям вот я дословно прочитаю вот когда он комментировал продажи магнита он немножко вот рефлексировал на эту тему и я сижу в офисе за всех отвечаю постоянно в напряжении я что-то выдумываю а жизнь проходит мимо вот это состояние выгорания которые ну все знают предприниматели бизнесмены я думаю все люди это знают не только бизнесменные предприниматели у тебя так было расскажи пожалуйста я думаю что я какие-то я наверно близко подходил к этому состоянию я с ним никогда не сталкивался вот но хочу привести несколько примеров во первых выгорание она может происходить по разным абсолютно причинам первое это когда человеку просто становится неинтересно то чем он занимается то есть это не то что он там 24 часа в сутки работает и в какой-то момент все он понимает что не можете дальше я думаю основная причина выгорания люди теряют мотивацию им как-то вот знаешь становится неинтересно вот я думаю это основная причина вот этого у меня ни разу не было я никогда не терял интерес к тому что я делаю второе наверное да бывает так что такая структура корпоративного управления когда фактически компании работают по модели гений тысячи помощников но это просто очень тяжело потому что ты на тебя замкнуты все решения ты какую-то чувствуешь гигантскую ответственность вот и я конечно здесь за такие модели управления когда в какой-то момент собственника он в состоянии но как-то понять что он не может всю жизнь быть эффективным там не знаю управленцем есть прекрасные формы корпоративного управления когда есть не знаю совет директоров наблюдательный совет и я знаю многих владельцев бизнеса которые абсолютно на стратегическом уровне замечательно управляют компаниями компании добиваются выдающихся результатов им для этого то есть иллюзия того что если ты там будешь подписывать каждую бумажку и тебе будет казаться чтобы управляешь компанией очень обманчиво вот я самого начала своей карьеры работал в компании samsung electronics который вообще вот в корейском менеджменте брать отпуск больше пяти дней в году считается некошерно и мы вырезать и вот для всех российских предпринимателей бизнесменов которые оплачиваем отпуск 28 дней или что-то да ну ну естественно россиян сказал да российское представительство компании samsung electronics она естественно работала пак зоту то есть его но ну конечно как бы все равно это был такой но все равно они брали отпуск на работа до в россии еще праздников много то есть это какое-то чувство такое было некое такое как корпоративной ответственности вот плюсы специфики было еще в том что рабочий день начинался 830 для того чтобы с учетом разницы во времени между россии там москву и сеулом условно было больше вот это вот пересечение до рабочего времени ну а заканчивался уже там не знаю мог и в 11 вечера и я видел как у моих коллег у корейского менеджмента действительно было выгорание но они прям гордились таки я там пять лет не был в отпуске вообще зеленый полностью уже ничего не соображает я пять лет не был в отпуске то есть вот ну конечно нам нужно хорошо хоть не синий так мы сейчас договоримся с тобой давай не будем все света перебивать и ты знаешь мне кажется очень важно это все-таки ну понимать что наши ресурсы не безграничны вот не создавать себе такой режим то есть такой чрезмерный трудоголизм вот он просто снижает нашу производительность он просто снижает нашу эффективность вот и нужно уметь вот эти батарейки подзаряжать всегда поэтому мне кажется очень важно когда человек ставит какие-то приоритеты в жизни которые помогают ему всегда находиться в хорошей форме сейчас сказал о других формах корпоративного управления и о тех когда наверное уже в средней компании да собственник создает коллегиум менеджеров может быть управленцев а может быть даже коллегиуму управленцев плюс наблюдательный совет и так далее такие продвинутые формы корпоративного управления но давай вернемся к малым предпринимателям которым дают советы обычно коучи там тренеры типа выйди из операционки и все наладится и они выходят из операционки и и все про все равно все разваливается да давай так на твоем примере ты сейчас как вовлечен дела вот насколько именно какой твой стиль сейчас управление но я знаю там тебя много компаний но мне вот как раз удалось отойти вот а вот ежедневные расскажи чтобы люди не вот этот совет значит выйди из операционки все получится и потом расскажи о своем вот опыте как ты сейчас вовлечен в дела как у тебя организовано вот это взаимодействие с командами команды это в первую очередь фокус на такой формат взаимодействия который позволяет тебе с одной стороны принимать участие во всех стратегических решениях с другой стороны оставляет для тебя возможность при необходимости детально во что-то погрузиться и разобраться но но как бы не это не формат какой-то постоянной операционной деятельности это важно но опять я к этому как бы шел много лет скажи примерно реферальные сроки потому что это очень важно идти к этому не скачком да вот это должно быть на каком-то этапе уже развитие компании развитие вообще системы корпоративного управления и это должно быть на каком-то этапе личностного развития предпринимателя когда еще раз ему не кажется что если он завтра тут вот типа все на нем одном держится ну то есть надо тоже иметь как бы некую возможность от вот все отпустить отдать как бы вот вот этот успех какую-то да то есть чтобы он разделить его со всей командой чтобы вот не не было вот вот такой наш one man show когда вот все там вот так так это очень важно вот описываешь некий опять нелинейный подход не не какой-то простой да в основе которого лежит твое состояние твоя с беспричинная вот самоспособность да и нужно учитывать что ты в разном состоянии если тебе там не знаю вот мне было когда 28 лет слушали там такой one man show там все становись и струйтесь там мне там 40 лет совершенно другое мне 50 дых там вообще чем меньше полностью соглашусь с тобой да потому что смотри вот вот люди они пытаются все равно вот нас вот у нас очень важны такие слушать азы маркетинга все равно должна быть некой сегментации вот когда пытаются какой-то универсальный подход развернуть вот на все подряд то есть я в эту воронку там все попадают это неправильно потому что то о чем сейчас мы с тобой говорим это очень сильно зависит первое от жизненного цикла компании в ну просто вот наш вот может быть какая-то фаза когда действительно ты должен сказать так все сейчас вот все забыли делаем вот так так и так и так потому что какой-то возник супер какая-то возможность супер конкурентный момент или там наоборот там компания оказалась там на грани выживания да то есть то есть это все зависит но также это зависит от жизненного цикла предпринимателя может быть там 28 лет действительно ты сам еще учишься вместе с компанией когда ты уже понимаешь может быть твоя роль она больше смотреть по сторонам и извне приносить знания внутрь то есть скорее такая наша роль уже играющего тренера да да но не но не более того понимаешь да то есть мы опять говорим про эту нелинейность я еще один с твоего позволения хочу привести очень яркий пример право то насколько все таки все равно участие предпринимателя она важно в бизнесе потому что мы с тобой затронули эту тему выйди из операционки выйди из операционки это знаешь этот как вот все говорят там надо выходить из зоны комфорта на хотите зоны комфорта но но бред же пол бред потому что люди это как воспринимают что типа они-то воспринимают так что надо постоянно в каком-то некомфорте находиться так это это не про это это просто эта мысль она про то что иногда в определенные отрезки времени ты должен иметь способность выйти из зоны комфорта но это не про то что надо все время находиться не в комфорте вот и поэтому здесь очень важно найти баланс вот эти хочу привести пример сейчас несколько лет назад в мире когда был бум инвестиций были компании которые занимались тем что покупали северов на амазоне с идеей их последующей консолидации и и наверное таких было 20 компаний которые каждый из которых подняла более миллиарда долларов инвестиций под такую вот идею сидя очень простая что есть там какие-то селлеры они что-то там делают они не очень там все по отдельности эффективны а когда мы все купим приведем на одну акцию и у нас там будет какой-то менеджмент у нас будут логистические синергии у нас будут синергии с точки зрения продвижения там разработки продукта и так далее вот и выяснилось что это модель она не работает потому что если бы я вот например стал бы просто покупать селлеров они инвестируя в селлеров где я остановлюсь равно миноритарным акционером а есть основной мажоритарный акционер до предприниматель то у меня получилось что я один работаю например на 10 бизнесов а так на меня работаю 10 предпринимателей понимаешь чем разница и вот у них эта модель я считаю на в первую очередь из-за этого не срослась потому что когда из этого уравнения убираешь предпринимателя ты вместе с ним в таком вот малом среднем бизнесе по сути и убираешь те самые конкурентные преимущества которые этот предприниматель делает ну то есть ты сейчас записываешь модель что ты становишься в окружении 10 вот как ты сказал предпринимателей они ведут товарной категории ниши разрабатывают случае что если ты их купил до их убрал еще и конкурентные рамочки на 10 компаний да поднимаешь хорошо ну да это была интересная идея для подъема денег и они деньги подняли а что дальше было а дальше если кстати это важно чтобы у дальше важно что когда они поднимали деньги деньги стоили 0 поэтому ты мог себе позволить иметь бесконечный это плечо бесконечный левереж а когда за дело стало надо за эти деньги там платить ну там ставки не такие большие как у нас но все равно там 5-6 процентов годовых вдруг то оказалось что все эти компании они до на грани банкротства хорошо давай про физтех и бей что такого особенного в способности мыслить нелинейно или как-то по особенному ковантовое мышление еще какое-то да вот что у тебя про это есть сказать чтобы пригласить может наших зрителей прийти на программы бизнес-школы физтех или подписаться на наши каналы то есть быть в конфигурации людей открывающие вот эти вот нелинейные способы вышли что такого в мышлении особенно расскажи как ты это чувствуешь и мыслишь я бы хотел начать с того что несмотря на то что в начале нашего интервью на вопрос образование или практика я ответил практика все равно я считаю что образование это фундаментальная вещь связь тех это вообще другая история потому что физтеховское образование нужно смотреть не как что тебя чему-то научили а на образование которое просто учит тебя учиться то есть закладываются некая фундаментальная способность когда я уверен у тебя это было ты там за два дня перед экзаменом берешь там какой-то учебник до издаешь понимаешь надо на третий все за два дня все выучил издаешь на третий и вот вот это фундаментальная некая способность учиться в этом и есть основная сила физтеха я вот тему не помню свою дипломы например уже до сих пор что она же 30 лет назад было но я уверен что если мне завтра надо будет диплом написать я еще в состоянии это сделать хорошо друзья если вы хотите особенное образование нелинейное мышление и самое главное конфигурацию сообщества практиков тогда слушайте внимательно вот в партнерстве с мфт и я делаю программу мбей магистратуру школы игоря рыбакова вместе с глобальным университетом вместе с компанией техник оль ссылки на эту программу оставлю в описании приходите и используйте свое тело ум и сердце с выгодой для себя присваивая обстоятельства с минимальными издержками из максимальной выгоды еще знаешь я хотел вдогонку к этому вопросу все-таки добавить что физика и предпринимательство это очень две похожие вещи и не случайно то что многие успешные предприниматели они по своему образованию именно физики потому что все-таки физика она дает нам как раз возможность постоянного непрерывного тестирования гипотез то есть у нас нет такого что из точки а в точку б есть только один путь ты можешь . в точку б парти разными разными путями и более того ты по ходу все время должен искать оптимальный это очень похоже на то чем мы занимаемся в нашем повседневном бизнесе хорошо скажи мне вот часто предприниматели ссылаются на чуйку на интуицию в какие-то вот такие вещи ты вообще вот эти знаки или что-то веришь или как-то как есть просто выложи вне концептуально используешь чуйку или считаешь что чуйка это например хорошо так сказать выверенная нелинейная модель или что-то или все-таки это некая магия ты знаешь в разные периоды жизни я бы ответил тебе по-разному это здорово да но сейчас опять нелинейность нелинейность да но сейчас оглядываясь так назад вот так вот мне все-таки кажется что интуиция это такой знаешь это некий процесс принятия решения доведенный до автоматизма пусть и как бы тело ты так по интуиции ты думаешь вот так но по сути я думаю что просто у тебя в этот момент мозг перебрал уже какие-то десятки решений которые ты делал до этого и такой вы не просто подсказывает такой top of the mind вот так вот например менделеев который не переливал пробирки там всю дорогу да он бы там таблицу менделеева значит вообразил ну типа такой знаешь иван на печи такой лежит такой и вдруг таблица менделеев нет конечно это все доведенное до работы в подсознании да и вот она возникает абсолютно согласен что интуиция это не магия а это технология технология но автоматизированных подсознательных решений когда который кажутся как будто бы она возникает да но она возникает но это все чем больше ты принимаешь решений тем больше вот у тебя вот это вот насмотренность чем больше касаний ты делаешь тем больше вероятность успеха мы просто это статистика супер михаил давай немножко про очень важный для меня вопрос может быть для тебя тоже он важен раскрой просто это наставничество наследие и ответ на такой вопрос который пять лет назад меня просто вверх в какое-то совершенно новое проживание он звучал так как нам стать хорошими предками смотри мне мне кажется что знаешь как говорят не надо воспитывать детей воспитывайте в первую очередь себя но я я считаю что во первых надо начинать себя потому что так или иначе хотим мы этого или нет но наши дети будут на нас похожи они мы для них все равно некая такая ролевая модель 2 мне кажется очень важно это окружение которым находится дети вот и третье это мне кажется очень важно чтобы мы искали в наших детях то что нравится им они пытались сделать из них нас своими там мини копиями да вот искали все такие какие-то сильные качества потому что но все люди абсолютно разные дети абсолютно разные у тебя четверо я уверен что они у тебя точно каждой яркой индивидуальной личности у всех какие-то понятно свои интересы общей ценности но наверно наверняка интерес у всех немножечко отличаются вот и поэтому мне кажется в особенности что еще сейчас происходит вот раньше когда мы с тобой там поступали на физтех у нас тогда траектория жизни была очень понятна вот во времена ссср все ты песни поступал на физтех значит ты будешь там ученым там спустя какое-то время то есть от вся траектория жизни была расписана невозможно было представить что ты там год получишься на физтехе потом вдруг не знаю решишь там стать не знаю строителем переведешься там куда-то в миссис или потом решишь стать нефтяником то есть наверное такие случаи тоже были но в основном вот эта траектория она еще в школе ты ее определяла что ты хочешь кем-то стать поэтому ты поступаешь в этот институт да такая очень линейная вот сейчас ну вообще искусственный интеллект вообще это уже понятно что все это просто перевернул там и еще там 10 раз перевернёт но в целом возможности вот найти свой какой-то выбор в жизни их стало гораздо больше ты можешь пробовать там не знаю там 10 раз что-то да ты можешь действительно вот вот это как-то нащупывать искать тебя всегда возможность там сделать шаг назад для того чтобы сделать там два шага вперед и тебя не посадят за тунеядство то есть поэтому вот эти вот возможности которые открываются мне кажется над нашим детям дать возможность найти себя в этом мире вот не пытаться сразу их вот на какую-то траекторию вот так вот поставить на рельсы а второй большой вызов который есть в особенности ну уж так извини для тебя долларов и миллиардера в том числе хотя я знаю ты ведешь скромный образ жизни у тебя нет же никаких там ни яхт ни самолетов правильно история не знает и умалчивает умалчивает об этом но в принципе нет да но некоторые говорят да есть но я не видела да да я не видел фотки там я типа рыбаков лечу там типа вот здесь вот я к тому что безусловно вызов такой есть что мы должны наших детей сделать конкурентоспособными к тому чтобы они жили в этом мире не оглядываясь на маму на папу это очень важно и каждый использует свои инструменты я так понимаю это уже им объявил что наследство они не получат вот не знаю насколько это актуально но развить в детях такие качества как целеустремленность сделать так чтобы у них была мотивация что-то делать чего-то добиваться самим мне кажется это бесценно твой youtube канал вот это для наставничество стало быть или это для публичности или то и то а может быть еще что-то давай вот как ты сейчас чувствуешь потому что еще раз так как мы идем в нелинейном модусе любой твой ответ не является навсегда вот как ты сейчас чувствуешь да смотри я не буду лицемерить я буду максимально откровенен то есть с одной стороны мне безусловно хочется делиться знаниями и открывать миру в том числе не самых публичных предпринимателей но очень интересных вот я делал может быть ты помнишь в пандемию такие прямые эфиры с разными предпринимателями и многие кто были у меня вот в этих прямых эфиров у них не был даже аккаунта в инстаграме но вообще-то когда-то и ты был немедийным предприниматель дата тоже как бы для людей вот открылся и завоевал огромное количество поклонников и большую аудиторию это мы с тобой знаем тяжелая и сложная работа я все-таки не готов от бороться за звание самого медийного предпринимателя потому что для меня это я понимаю это огромная работа у меня честно говоря нет на это времени это не значит что когда-нибудь у меня такой цели не появится но на данный момент я от этого весьма далек но с другой стороны скажу тебе честно что публичность она все равно мне помогает помогает например привлекать хорошие проекты для инвестиций потому что ну там условно если есть какой-то ноунейм предприниматель или предприниматель у которого есть какое-то имя в публичном поле то ему все-таки проще находить проект это определенное некое позиционирование это возможность как-то влиять на какие-то на формирование какого-то общественного мнения влиять на какую-то бизнес повестку например ты помнишь какая у меня была заруба с леруа мерлен когда они работали когда их магазины были в пандемию открыты в то время когда все их конкуренты были закрыты ну вот если бы у меня не было медийности до какой-то то наверное мне об никто не услышал а так мой пост в инстаграме был перепечатан всеми ведущими сми вот и эта история получил большой резонанс для меня вот публичность тоже поделюсь никогда не было самоцелью сперва это был возможность прорвать блокаду официальных сми и которые вообще никак про рыбаков фонд про поддержку сообществ не рассказывали или горитаром где-то на последней странице где никто не читает а дальше я осознал что наше влияние вот фистехов о чем мы сегодня говорили просветительская способ мышления нелинейный ход это очень мощная просветительская или образовательное влияние ну чем сегодня я думаю этим видео тоже с тобой вместе занимались поэтому и публичность и расширение своих влияния на мир ну и собственно знаешь в некотором смысле вдруг недавно осознал и один из способов как нам стать хорошими предками смотри распространить то важное что у нас получилось чтобы это стало доступным для многих это тоже кстати неожиданный разворот я не думал что преодоление вот этой информационной блокады когда-то получит и такой разворот хорошо заканчиваем а теперь блиц михаил коротко без обдумывания вот как на духу из подсознания да все что там сформировалась ты чеславный да ты завистливый нет ты счастливы да нашей студии был михаил кучмен самый сексуальный предприниматель физтех как и я поэтому друзья мои подсоединяйтесь нашему сообществу и испытывайте на себе все прелести вот того что вы услышали к чему прикоснулись в этом выпуске спасибо пока и давайте вместе размножать хорошее что плохому место просто не осталось рыб продавцы pa вот и кроме про помните пока остановятся кости подвес по